Добрый день! Сегодняшняя тема психосоматика заболеваний почек. Я буду говорить в общем, практически любые заболевания почек, какие-то изменения в тканях, в почках, связаны с так называемым конфликтом беженца. О чем это говорит? Когда человек находится в какой-то ситуации, либо находится в очень сильном стрессе, связанном с выживанием, со страхом, что выживу я или не выживу. Или точнее даже, знаете, как страх, что я выживу, но жить мне будет тяжело. Объясню поподробнее. Например, когда на кону стоит какая-то очень большая сумма денег, либо бизнес, и вот этот страх потерять бизнес, потерять всю сумму, на карту поставлено все. Либо уже человек потерял бизнес, в который вложено много денег, средств, времени. И вот это вот, что человек чувствует себя брошенным, потерянным, как, знаете, как рыба, выброшенная из воды на берег, да, волной. И она вынуждена задерживать воду внутри себя для того, чтобы продержаться до новой волны, пока ее снова затащат в море. Вот так же примерно чувствует себя человек, когда включаются почки, когда начинают почки задерживать воду, либо менять структуру свою, да, либо что-то там наращивать, либо где как-то изменяться, когда человек себя чувствует вот как рыба, выброшенная, значит, на берег из общего как-то социума, или из какого-то места, которое является для человека знакомой средой обитания, выброшен в незнакомую среду обитания, там, где он как бы, ну как потерян, как, знаете, как не на своей родине, как в какой-то чужой стране, ему там надо выживать, ему надо ко всему приспосабливаться. То есть что-то происходит такое, напоминающее, что я на какой-то территории новой, где мне надо выжить, и у меня есть страх, что мне здесь будет тяжело, да. То есть вот такие внутренние переживания. И я сразу скажу, переживания должны быть сильными для того, чтобы вообще появился какой-то симптом, да, в почках. То есть это не просто человек сидит и волнуется по этому поводу. Нет, должно быть достаточно сильное и, возможно, длительное переживание. Либо оно, знаете, резкое и неожиданное, когда что-то неожиданно происходит, такое что-то страшное, не знаю, рушится бизнес, теряется большая сумма денег, либо, значит, человека какой-то развод неожиданный происходит, и человека выставляют за дверь, грубо говоря, и он чувствует себя, вот действительно, что он потерял свою территорию, что он, он как теперь непонятно где и вынужден выживать, да, вот он выдернут из привычной среды. Причем запустить эти переживания может быть ну все что угодно. Например, человека сдали в дом престарелых, да, то есть как-то так получается, что родственники не могут за ним ухаживать и его, значит, сдает дом престарелых. И он оказывается на чужой неприятной ему территории. Опять все зависит от того, как человек это воспринимает. Это не значит, что каждый человек в дом престарелых, у него начнутся проблемы с почками. Нет, именно у того человека, который будет чувствовать себя брошенным, одиноким на чужой территории, где ему плохо, да, где ему бы здесь день продержаться, час простоять, да, когда он вот так воспринимает эту территорию. Либо, значит, девушка уезжает в другой город учиться, и там она себя вот так же чувствует, как какой-то беженец, который остался без дома, который, вот повторюсь, ночь продержаться, день простоять. И вплоть до того, что начинаются отеки ни с того, ни с сего абсолютно, при том же питании, при нормальном питье, да, начинаются отеки. И человек не может понять, что я отекаю. И вот если вы отекаете где-то неожиданно, да, вот в каком-то месте, вы прям поздавайте себе вопросы, а почему у меня сейчас внутри включило тело вот этот вот режим ожидания, как рыба, выброшенная на берег, да, которая ждет нового прилива волны. Что, почему, почему мне вот эта программа у меня включилась, как я себя здесь чувствую, да. И как с этим даже можно поработать? Да достаточно изменить к этому отношению. Достаточно просто сказать, все хорошо, все нормально, ты здесь можешь устроить свой дом. Тебе здесь не надо выживать, ты можешь здесь просто жить временно. Потом, допустим, ты вернешься назад, да, либо еще, либо ты здесь устроишь свой дом. Ну, это я говорю очень примитивно, просто для того, чтобы понять, как можно переключить эту реакцию. Это ведь реакция вот отсюда, и она воздействует на тело. Вот, кстати, вам даже такой пример расскажу про меня. Я вообще отеками особо никогда не страдала. Но, значит, вот недавно со мной это произошло. Мы поехали в поход, мы ездим в поход с мужем, и поход у нас такой, ну, в общем, непросто. Во-первых, это в Карелию, то есть это, хоть это и было весной, да, но это все равно это еще выглядит, как зима. Это снег, это я знаю, что я буду в валенках, что я должна быть в теплой одежде, что я там, мы целый день находимся в лесу, и только на ночь уезжаем на базу отдыхать. Плюс там у нас в лесу есть определенное задание, которое мы выполняем, то есть определенная работа, да, это не просто мы сидим около костра и шашлыки едим, нет. Ну, в общем, у нас там своя тематика, ну, неважно какая. Вот. Интересная в любом случае, но тем не менее требующая определенного труда. Да, и вдруг, я всегда, в принципе, нормально ездила в эти походы, не первый раз, и вдруг в этом походе в последнем я каждый день с утра отекшая, просто на ровном месте, причем сильно, сильно отекшая, вот лицо особенно. Вот. Где-то, значит, часа через три после сна это все проходит. Вот. И каждое утро это опять повторяется. Только я вернулась домой, вот с первого же дня все, отек просто вот вышел моментально. Причем он начал выходить в физическом смысле уже по дороге домой. То есть вся вода из меня стала выходить. Все, пока я приехала домой, уже никаких отеков не было. Вот как такое может быть? Я стала себя ловить на мысли, ну, зная, да, психосоматику этого, думаю, так, что это такое было? Я поймала себя на мысли, что я особо, кстати, вот стресса особого не было, переживаний не было, ехала я туда с удовольствием. Но вот эта внутренняя программа у меня сработала. Мне там надо будет выживать. Почему? Потому что там много снега, там глубокий снег. Надо, чтобы обувь мне не натерла. Так, взяла ли я там еще одну обувь, чтобы я не промокла, чтобы я там никуда не провалилась. Если я провалюсь, чтобы у меня была одежда, значит, переодеться. То есть все равно я это восприняла как выживание. Мне надо будет три или четверо суток выживать. Там действительно было очень много снега, который пришлось, чтобы очистить место для кострища, там пришлось полтора метра снега убирать лопатами. Причем раньше такого никогда не было. Это в первый раз столько снега было. И в первый же день я столкнулась с тем, что, чтобы элементарно расчистить вот это место, где у нас будет кострища, где мы будем кушать, да, и сидеть, отдыхать, нужно приложить много усилий. Все. После этого запустилась программа, что это будут на очень непростые дни. И вот удивительно, и мой организм задерживал воду. И потом также спокойно ее отпустил. То есть просто я не сразу это там осознала. И мне даже вот, я думаю, жалко, что я сразу не сообразила. Я подумала, что, ну, наверное, я текаю от того, что мы там много физически двигаемся, и что-то вот там может как-то, не знаю, по-другому все работает в организме. Или может я там венца лишнего выпила, еще что-то. Ну, то есть я сразу не сообразила. Но когда я увидела, с какой скоростью вся жидкость из меня вышла, когда я поехала домой, я поняла, что это был вот этот вот действительно внутреннее просто переживание. Включился режим. Опаньки, мы выживаем, удерживаем воду, потому что сейчас я не на своей территории, я на чужой территории, что-то нам тут нужно будет делать. И потом со спокойной душой домой на родину, да. Вот оно что. Да, и вот эта вот внутренняя установка, будет трудно, будет трудно, надо продержаться. Хотя на самом деле было все прекрасно, мне было трудно, но внутри уже этот механизм запустился. И вот было бы мне интересно, если бы я сразу сообразила и поменяла к этому отношение, чуть-чуть сама с собой поговорила, вот интересно, прошли бы у меня прям там отеки или нет. Надо будет вот, если еще раз такое случится, поэкспериментировать. Либо, например, у меня был период в жизни, когда у меня была такая неопределенность, она длилась 2-3 года, связанная с моей личной жизнью и с моей работой, когда у меня закончился один этап в жизни, начался другой, и он был связан вообще с изменением, вообще я приехала жить в другой город, я начала учиться на другую профессию, да, то есть и вот как бы как один этап в жизни заканчивается, и начинается совершенно новое, и там все новое. Вот, и вот эти 2-3 года я частенько немножко отекала. То же самое на ровном месте, там как-то вот ноги были подвержены отечности немножко, руки, пальцы могли, и лицо, и вот под глазами. Вот, потом, как только все вопросы разрешились, как только я внутренне успокоилась, я свой новый путь наметила, я поняла, что я по нему иду, у меня получается, и в принципе впереди, значит, как это сказать, появляется свет, все будет хорошо, идем на свет, вот, видим цель, препятствия все преодолеем. Все, тут же тело начинает нормально работать, нормально функционировать, никаких отеков нет. Вот, собственно говоря, что я имею в виду. Но это протеки, да, а если это уже изменения в тканях почек, то есть это там рак почек или какие-то воспалительные процессы, или камни, или еще что-то, то это такие более сильные переживания, знаете, похоже, такой прям стресс такой, стресс-стресс. Вот, собственно говоря, вот, вот что такое, так называемый конфликт беженца. Дальше, там еще есть у нас надпочечники, у нас есть, сейчас скажу, что... Итак, воспаление почечной лоханки, пиелонефрит, говорит о, знаете, о чем? Это конфликт маркировки территории, то есть, когда я, на мою территорию, на моей территории, что такое происходит, и мои внутренние и внешние границы не выставлены, то есть, только какая-то угроза на моей территории, да, то есть, я не знаю, где моя территория, не могу отличить свою территорию от другой, это мои границы нарушены. Переживания вот на эту тему, маркировка границ, маркировка территории, и, соответственно, это тоже связано со страхом выживания, как же дальше выживать. Вот, если речь идет о надпочечниках, то это сильный стресс, сильный стресс, связанный с тем, что я сбился с пути, или я боюсь сбиться с пути, и это тоже связано с выживанием, и что тогда будет очень тяжело выживать. Ну, вот такие там нюансы. В принципе, все, основное я вам все объяснила, всего вам доброго, будьте здоровы, и если вы хотите ко мне записаться на терапию, то под видео есть ссылка на мой сайт, там вся информация по цене и как записаться. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok